В эфире телеканала СВОЁТВ, программа Прямой Эфир. С вами Роман Выстараб. Здравствуйте. В соответствии с решением Министерства имущественных отношений Ставрополья на территории края в 2019 году начали проводить государственную кадастровую оценку земель населенных пунктов, земель промышленности, энергетики, транспорта и земель иного специального назначения, а также объектов капитального строительства, в том числе помещений и машиномест. Сегодня мы поговорим о кадастровой оценке. У нас в гостях Борис Борисов, первый заместитель министра имущественных отношений Ставропольского края. Борис Григорьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, давайте с самого главного и начнем. Что такое государственная кадастровая оценка? Вот чтобы нам всем было понятно. Государственная кадастровая оценка определена данное понятие в федеральном законе 237, который принят в 2016 году. Определение простое. Это оценка, проведенная в соответствии с данным законом. Для чего она нужна? Оценка проводится для того, чтобы установить стоимость каждого объекта недвижимости и применить его для целей налогообложения, для целей определения размера арендных платежей за земельные участки, находящиеся в федеральной, краевой, либо муниципальной собственности. Соответственно, все основные положения, порядок проведения государственной кадастрового оценки определенным данным федеральным законом и методическими указаниями, которые также утверждены Министерством экономического развития Российской Федерации. Проще говоря, что в прошлом году Министерством имущественных отношений, правильно вы сказали, было принято решение провести кадастровую оценку в отношении земельных участков промышленности, категории промышленности, земельных участков населенных пунктов и объектов капитального строительства. То есть практически все попадает? Все, да. Если в числовых выражениях, то земли населенных пунктов, их количество 1 миллион 50 тысяч объектов. Земли промышленности, их не так уж много в крае, это 9 тысяч 606 объектов. И объекты капитального строительства, их количество 1 миллион 789 тысяч объектов недвижимости. То есть в целом более 2 миллионов 800 тысяч объектов в этом году будут переоценены. А вот кадастровая оценка, получается, она делается лишь для того, чтобы выставить налоги по налогообложению, да? То есть по стоимости. Или еще есть другие какие-то... Но в основном, где мы сталкиваемся повседневно и сталкиваемся граждане, как собственники объектов недвижимости, это в целях налогообложения. Каждый из нас получает осенью квиточек, в котором отражены начисления налогов. То есть 2 основных позиции по начислению налога. Это размер кадастровой стоимости и ставка налога. Вот в этом году мы переоцениваем объекты недвижимости по состоянию на 1 января 2019 года, а применяться она будет с 1 января 2020 года. А как проходит сама процедура оценки? Сама процедура проходит в следующем. Масштабы большие. Масштабы большие, да. Действительно, по данному поводу много было и дебатов, и споров, и по всей территории Российской Федерации. Ранее, до утверждения данного закона, порядок определения кадастровой стоимости был описан в 135-м федеральном законе об оценочной деятельности, в котором предусматривалось, что уполномоченный орган в каждом субъекте, в нашем случае это Министерство имущественных отношений, принимает решение о проведении кадастровой оценки и, соответственно, осуществляет размещение торгов, размещение извещения о проведении торгов на выбор оценщика. Это было по прошлому федеральному закону. И к этой работе приступали оценщики, которые, ну, коммерческие организации, которые выбраны, были по итогам торгов. С учетом многих некорректных значений кадастровой стоимости, был пересмотрен подход к проведению работ по кадастровой оценке объектов недвижимости. Было принято решение на федеральном уровне о том, что теперь, это с 1 января 2017 года, проведением работ по кадастровой оценке могут заниматься только лишь государственные бюджетные учреждения, уполномоченные на проведение этой оценки. На территории края уполномоченной организации является государственное бюджетное учреждение Ставропольского края, став крае имущества. Создано оно было на базе БТИ. БТИ было преобразовано из унитарного предприятия, бюджетное учреждение. И только специалисты данного учреждения имеют право проводить переоценку. Как часто оно осуществляется? Интересно очень. Как часто оно осуществляется? Опять же, это все требования федерального закона. Осуществляется оно не чаще, чем один раз в три года, но не реже, чем один раз в пять лет. Вот что касается тех... Это обязательно. Это обязательно, да. Это не то, что волеизъявления в Министерстве имущественных отношений. Это обязательные требования, которые предусмотрены в федеральном законе. А если человек не попал в эти сроки и не провел процедуру? Ну, немного поясню. Что касается тех объектов оценки, которых я обозначил, например, земли населенных пунктов, мы в последний раз переоценивали в 2015 году. Земли промышленности в 2011 году. Уже здесь, конечно, по закону должны были переоценить гораздо раньше. И объекты капитального строительства, это здания, сооружения, квартиры, объекты незавершенного строительства. Данные объекты переоценивались в последний раз в 2015 году. По старому закону, повторюсь. В этом году мы проводим переоценку по новому закону и по новой методике. Соответственно, это только некоторые субъекты Российской Федерации проводят переоценку по новой методике. Да, она нова, она совсем иная, которая была предусмотрена в предыдущем туре оценки. Соответственно, иные будут показатели. Ну, а чем она лучше? Какие изменения в новой относительно предыдущей? Ну, тут данную методику с точки зрения ее применения может быть оценено только специализированными организациями, оценщиками. Да, конечно, она более предусматривает детализацию, да, объекта оценки. То есть, есть свои нюансы, которые, да, уже перешли. Есть, да, она более детальна. Были учтены в ней те недочеты, которые были в предыдущей методике. Во многих частях она поменялась. Что касается, кто попал, кто не попал, да. Основным документом, на основании которого проводится кадастровоценка, является перечень, который выгружает и предоставляет сначала уполномоченные органы, там, Минимущество, Минимущество, Ставка, Краимущество. Это перечень объектов, которые учтены в Росреестре. Проще говоря, в регистрационной палате. То есть, каждый из нас, как собственник, имеет у себя на руках либо свидетельство, либо выписку из Единого государственного реестра недвижимости, либо старые договоры, еще в свое время прошедшие регистрацию в БТИ, либо в администрациях, это более старые договоры. Вот все сведения о данных объектах недвижимости содержатся сейчас в Росреестре. То есть, перед началом работ государственное бюджетное учреждение сделало запрос в Росреестр. Росреестр осуществил выгрузку всех тех сведений, которые включены в Единый госреестр недвижимости. По состоянию на 1 января 2019 года. То есть, все, что учтено на 1 января 2019 года, все попало в оценку. То есть, если все, кто сделал раньше кадастровую оценку, сейчас уже они должны переделать по-новому? Нет, нет. Больше тут в этой системе или в процессе кадастрового оценки человек участие не принимает именно непосредственно. И здесь нет его участия, сделал, не сделал. Все время оценку государственную, то она и государственная, кадастровую оценку делает государство. Соответственно, еще раз повторюсь, все объекты, которые были учтены в реестре, в государственном реестре прав, которые ведет ЕГРН, которые ведет Росреестр, все данные объекты попали в объекты оценки. Соответственно, данный перечень был выгружен и направлен в бюджетное учреждение в конце февраля текущего года. После этого с этим перечнем началась работа. Вот что касается данной работы, чтобы все понимали, что такое кадастровая оценка. И по следующим вопросам, я так думаю, что у вас будет возникать именно с этим, почему стоимость отличается. Кадастровая стоимость, определение кадастровой стоимости, это массовый метод оценки. Данная процедура не предусматривает, что оценщики, когда строят оценщики, которые работают в бюджетном учреждении, выезжают на объекты оценки, осматривают их. Это первая мысль, что кто-то приезжает. Да, потому что большинство вопросов задают, а мой же объект разрушен, почему он столько стоит, потому что его уже практически нет. Почему такие вопросы возникают? Потому что основополагающим документом является перечень, который учтен, перечень объектов, которые предоставлены в Росреестре. То есть, если в Росреестре на 1 января 2019 года учтено, что, например, этот жилой дом, двухэтажный, 80-е годы постройки, существует, его собственник не озаботился о сведении о нем, не исключил в случае его сноса, то этот объект оценки объект и подлежит оценке. То есть, его оценщик оценит, что там данный объект 80-го года постройки, двухэтажный, жилой дом, как существующий. А по факту там ничего нет? А по факту, может, ничего нет, да. И в большинстве случаев возникает вопрос, почему так оценили, поскольку объект ветхий или давно снесен. Тут еще нужно учитывать тот факт, что вот такие параметры, как процент износа, в сведениях ЕГРН не содержатся. А это надо как-то подавать, или-то есть какая-то такая графа, что вот износился, ты подал изменения, ну, чтобы пересчет. В любом случае, технико-экономические параметры объекта недвижимости, конечно, нужно уточнять, но это все зависит от воли самого собственника. То есть, это заявительный характер. Ранее, конечно, до 2008 года была предусмотрена повторная инвентаризация, проводили под органы БТИ, потом все это из федерального закона исключили. То есть, данная норма носит заявительный характер изменений. То есть, изменился объект недвижимости, сам собственник обращается к кадастровому инженеру или БТИ, соответственно, проводит учетные данные, делается там, изготавливается техническая документация и направляется, опять же, в Росреестр. То есть, основной реестр данных – это данные регистрационной палаты. Вот после получения данного сведения, данных сведений в виде перечня, данный перечень был направлен в органы местного самоуправления. Для чего? Для того, чтобы органы местного самоуправления должны были определить, какой все-таки этот объект к какому виду относится. То есть, это жилой дом, либо это объект торговли, потому что не всегда у нас, например, по фактическому использованию данный объект используется по его назначению. Это квартира, которую переделали в торговое помещение. В торговое помещение, да. Вот данную сегментацию, это такой термин дан в методике по определению кадастровой стоимости в законе, данную сегментацию осуществляет органы местного самоуправления. Вот после получения перечня, данные перечни были направлены в органы местного самоуправления, и каждый орган местного самоуправления предоставил сведения о фактическом использовании. И тут уже будет разница, да? Тут будет, конечно, разница, и на данный момент тоже нужно учитывать при рассмотрении всех параметров, которые повлияли на размер кадастровой стоимости. Потому что очень много данных, которые были скорректированы органами местного самоуправления. То есть, действительно, в большинстве случаев люди, граждане, ну, собственники не сообщают о фактическом использовании, что там действительно большинство... Ну, там бывают случаи, когда жилой дом используется под объект торговли. Ну, это в большинстве случаев. Органы местного самоуправления в этом случае в рамках муниципального земельного контроля, выезжая и делая подворовой обход, эти сведения, конечно, у себя учитывают, и, соответственно, вот они и направляют. То есть, единственный параметр, который мы получаем от органов местного самоуправления в виде видуального осмотра, который получен, но, опять же, это же в рамках муниципального земельного контроля не на все объекты муниципалитета ездят. Ну, да, охватить сложно. Охватить, потому что то, что есть у муниципалитета, то они и уточнили, и предоставили. Но, в любом случае, в отношении всех объектов недвижимости. А какие критерии могут влиять на стоимость? Вот приехали, посмотрели, вот, допустим, такой дом будет стоить, у него будет такая цена. Примерно такой же, ну, на первый взгляд, такой же, но он стоит больше, например. На что же влияет? Ну, если мы говорим об объектах капитального строительства, то в этом случае очень влияет именно сам конструктив, то есть это деревянный дом, кирпичный или монолитный бетонный. Потом этажность дома, соответственно, его месторасположение относительно административного центра. Также год постройки, да, который тоже существенно влияет. Основные строительные параметры. Да, основные строительные параметры. А также иные ценообразующие факторы, которые тоже в ходе работ по государственной катастрооценке ставкраимущества осуществляло сбор. То есть до проведения катастрооценки за год, это предусмотрено федеральным законом, катастрооценщики осуществляли сбор ценообразующих факторов. Что это такое? Это информация о муниципальном образовании, на территории которых находятся либо земельные участки, либо объекты недвижимости, подлежащие оценки. Например, это удаленность от административного центра, обеспеченность инфраструктуры. В адрес ставкраимущества направлялись карты, именно в графической части, в которой отражены сведения о водоснабжении, газоснабжении, водоотведении. Такие моменты, отрицательно влияющие и снижающие стоимость, как наличие свалок, экологически загрязненных территорий. Дальше количество школ, количество магазинов. Наличие административных центров. Например, у нас в городе, вы же знаете, что у нас есть старый город, новый город, но у нас административных центров несколько. Соответственно, относительно расположения по красной линии или не по красной линии находится объект недвижимости и земельный участок. Соответственно, все это влияет, ну как и при рынке, понимаем, что объект в центре города стоит гораздо дороже, чем на выезде в промышленной зоне. Соответственно, все эти параметры учитываются при проведении кадастровой оценки. То есть наличие обременения сервитутов, вот такие все характеристики. А вот если, почему, бывает, что рыночная стоимость разница с кадастровой стоимостью, это вот, ну понятно, что рыночную там уже люди сами устанавливают. То есть относительно кадастровой, это как-то регулируется? Да, это два разных понятия, но в целом закон, федеральный закон о кадастровой оценке не говорит о том, что кадастровая стоимость это равна рынку. Но при проведении оценки учитываются данные рынка, потому что при сравнительном методе оценки учитываются те же самые аналоги, подобные объекты, сколько они стоят. То есть весь год предыдущий, до 1 января 2019 года, СТОФКОЛИМУЩЕСТВА осуществляло сбор данных о продаже объектов недвижимости. Это с наших официальных СМИ. СМИ это как и печатных изданий, Авито, ЦИАН, то есть где в основном располагаются все наши объявления. Соответственно, упорядочивало и осуществляло анализ и детализацию данных объектов. И по ним уже строилась модель оценки. То есть если говорить о том, почему кадастровая стоимость отличается от рыночной. Еще раз повторюсь, что кадастровая оценка это массовый метод оценки. То есть берется территория, например, по земельным участкам, и моделируется. То есть берется конкретный квартал, и в этом квартале выбираются основные объекты недвижимости, относящиеся к тому или иному сегменту. То есть выбирается аналог, например, если там объекты торговли, то выбираются аналоги. Сколько объекты торговли стоят, например, в центре города. Выводятся параметры и, соответственно, в целом усредняется стоимостной размер данных объектов. То есть это модель. То есть это не подходит к каждому, дегетализируется к каждому индивидуальному объекту. И, соответственно, поэтому разница рыночная. Потому что при рыночной оценке оценщики подходят к индивидуальным технико-экономическим параметрам данного объекта. То есть все учитывается уже. Выезжает оценщик на объект, оценивает его физический износ в основном. И физический износ существенно влияет. И, соответственно, иные характеристики, которые не имеются в игре. На кадастровую оценку физический износ, как мы уже ранее говорили, что не всегда может лояльно или по временным рамкам относиться в точности. Ну, сама методика предусматривает понижающий коэффициент. Но нужно понимать о том, что объект объекту рознь. Может быть, объект 60-го года постройки. Но выглядит хорошо. Да, но выглядит хорошо, потому что был за ним должная эксплуатация и уход. Нежели чем объект построенный совсем недавно и быть в гораздо худшем техническом состоянии. Поэтому здесь все зависит от собственника, как он его... Вот мы с вами ранее касались налогообложения и кадастровой оценки. Вот какая у них связь, получается, с ценовой политикой кадастровой оценки и, соответственно, налогообложения? Как они взаимосвязаны и насколько? Ну, что касается налогообложения, да, по объектам недвижимости и по земельным участкам есть определенные ставки налогов, которые устанавливаются органами местного самоправления. И здесь связь как... То есть порядок определения ставок налога, он один, где там есть свои экономические обоснования. Порядок определения кадастровой стоимости объекта, это совсем иной. Но при расчете, конечно, это два показателя, которые влияют на размер налога. То есть чем выше кадастровая оценка, тем, соответственно, и налог, выше налог. Выше налог, да. Соответственно, но кадастровая оценка приближена к рынку, соответственно, от рыночной стоимости. Ранее, конечно, по объектам капитального строительства расчет налога велся исходя из инвентаризационной стоимости, что расчет, который осуществляла БТИ по всей стране, то с 2016 года уже на территории края расчет налога осуществляется, исходя из кадастровой стоимости объекта. Что касается процедур на проведение работ по кадастровой оценке, здесь хотелось бы обратить внимание на важное. То есть работы осуществляются государственным бюджетным учреждением с начала года. Вопрос, как может гражданин или юридическое лицо повлиять на данную оценку. Посмотрите, может делать свои замечания к нему. Сам процесс кадастровой оценки предусматривает этапность. То есть первую этапность, я вам уже первые два этапа сказал, получаем, осуществляем сбор ценообразующих факторов, это в прошлом году. Потом в начале года мы получили сведения из Росреестра, перечень получили, его потом сегментировали, проверили на фактическое использование объектов недвижимости. Следующий этап – это подготовка промежуточного отчета о кадастровой стоимости объектов недвижимости. В настоящее время, по кадастровой оценке текущего тура, 23 августа официально был размещен в фонде данных Росреестра промежуточный отчет о кадастровой стоимости всех объектов, которые подлежат оценке. То есть все 2 миллиона 849 тысяч объектов оценены уже. Но он и для этого, и поэтому и называется промежуточный. С момента размещения, то есть 23 августа, официально, опять, срок предусмотрен федеральным законом. Пошел срок 50 дней, в течение которого можно любое заинтересованное лицо в отношении каждого объекта недвижимости может подать свои замечания по поводу размера кадастровой стоимости. А куда подавать эти замечания? Что нужно делать? Вот на сегодняшний день у нас, в принципе, еще есть месяц. Это большой срок, в течение которого еще можно подать замечания. То есть сам промежуточный отчет размещен на сайте Росреестра, в официальном сайте Росреестра, во вкладке «Кадастровая стоимость» можно найти. А также на сайте «Ставкраимущество» размещен промежуточный отчет. Зайдя на этот сайт, в раздел «Размещение промежуточного отчетного документа», можно, забив кадастровый номер своего объекта недвижимости, узнать его стоимость и параметры объекта недвижимости, и какие ценообразующие факторы были взяты при ее оценке. И, соответственно, здесь уже оценить соответствие тех параметров, которые указаны в данном информационном окне, и тоже для себя оценить, именно с точки зрения рынка, размер определенной кадастровой стоимости. То есть замечания только по этим параметрам, что я думаю, что еще какие-то есть? Нет, самые основные замечания, в большинстве случаев, это всегда, в любом случае, поскольку кадастровая стоимость влияет на налог, большинство замечаний связаны с размером кадастровой стоимости. Но какие несоответствия можно найти? Во-первых, самое главное, самый распространенный характер ошибок, это по поводу сегментации. Когда, например, объект производственный, но почему-то отнесен к объектам торговли. Конечно, объект торговли будет гораздо дороже, чем объект производственный. Здесь в этом случае тоже на это нужно обращать внимание. Второй момент, во многих случаях он присутствует. Это в части технических характеристик объекта. Например, если мы по объекту недвижимости смотрим, например, этажность 3, а на самом деле у человека 2. То есть мы данные, которые увидим в этом информационном окне, они взяты из того же перечня. То есть если не соответствуют в Росреестре данные с вашими документами, то, соответственно, здесь нужно корректировать данные. Могут как принять за 3 мансардный этаж, он считается как бы мансардом, но вы посчитали как за этаж. Нет, мансардный этаж считается этажом, и, соответственно, в свое время он тоже учитывался в качестве этажности. Бывают случаи, когда неточные параметры объекта недвижимости отражены в ЕГРН. В этом случае что делать нужно? В этом случае у большинства людей имеются технические паспорта, содержащие сведения о характеристиках объекта. Здесь после того, как убедиться нужно по поводу того, что наличие этих технических ошибок есть, то сам сайт предусматривает подачу замечаний. Там уже дальше открываются окна, в котором забиваются фамилия, имя, отчество, суть замечаний. И, соответственно, чтобы обосновать замечания, например, что у меня, например, те или иные параметры отличаются от заявленных и учтенных при расчете с кадастровой стоимости, прикладываются обосновывающие документы, там технический паспорт, проектная документация. То есть самое главное, чтобы они были изготовлены до 1 января 2019 года. А кто может подать вот эти все замечания? Любое заинтересованное лицо. Ну, давайте, например, на конкретном примере, да, ну, как бы... Чтобы для всех было понятно, это дом, квартира. Ну, ну, например, дом, да. Например, дом, если мы, например, человек открывает и видит, что у него, например, стены бетонные, а бетонный объект, например, стоит гораздо дороже. А у него технический паспорт на дом, что он кирпичный. То есть, соответственно, в этом случае как бы несоответствие параметров объекта, которые уже налицо. Соответственно, в этом случае человек должен что сделать? Есть несколько способов подачи замечаний. Либо подать замечания через сайт. В этом случае он прописывает фамилию, имя, отчество, суть замечаний, что он пишет, что такой-то, такой-то объект имеет, мой объект имеет другие характеристики, такие-то, такие-то. И в подтверждение прикладывает технический паспорт на свой объект недвижимости. Все. И отправляет его на рассмотрение в ставка имущества. Каждое замечание в силу закона должно быть рассмотрено. И по каждому замечанию должен быть размещен ответ на сайте ставка имущества. То есть обратный ответ, как в качестве письма закон не предусматривает, направляет. Но все это должно найти свое отражение и отразится на сайте ставка имущества. А потом это в общей справочной информации, которая также будет вкладываться в отчет оценщика. Я позже все это расскажу. То есть по поводу способа подачи замечаний. Это либо наручно принести замечания в подразделения ставка имущества. Свидения о них тоже размещены на сайте. Ну это, если говорить попросту, это БТИ, да, что в простонародье это структурное подразделение БТИ. Второе, то что новшество на территории края, это в каждом подразделении МФЦ можно подать замечания. Это удобно. Это удобно, да. Данный функционал был введен как раз в процессе, заключено соглашение с краевым МФЦ, и поэтому уже реализован. Поэтому человеку удобно сходить в МФЦ и уже заполнить бланк в установленной форме и подать. То есть сразу все сделать. Все сделать, да. Третье, это почтовым отправлением. Соответственно, вот основные три способа подачи замечаний. Что касается следующих замечаний, какие параметры могут повлиять. Ну здесь по следующим параметрам это более профессионально. И мы пытались, не пытались, сделали именно данную процедуру, как требует закон открытый, при именном имуществе края был создан общественный совет. Общественный совет, в общественный совет вошли представители профессиональных сообществ, именно оценщиков. Торгово-промышленная палата, деловая Россия, опоры России, ассоциации, полномочный представитель по защите предпринимателей, органы прокуратуры, налоговые, соответственно, депутатское сообщество. То есть мы постарались охватить всех, да. И также иные, на сегодняшний день действующие общественные организации. Там даже, ну все, которые у нас есть, всех мы постарались пригласить. И каждый этап оценки, о которых я вот говорю, мы его освещали. Последнее у нас такое большое, обширное совещание состоялось именно общественного совета 23 августа. Это как раз мы, когда разместили промежуточный отчет, постарались донести, чтобы каждый, имея свой круг общения, распространил эти сведения. И довел до сведения всех лиц о данной процедуре, что необходимо не пропустить этот срок и в случае наличия замечаний их подать. И спасибо вам, конечно, что вы нас пригласили на вашу передачу, потому что, действительно, после передачи, я думаю, более уже каждый озаботится данным вопросом и будет дальше заниматься своим объектом. Короче, мне кажется, сейчас многие зрители, когда мы начали, говорят, они, соответственно, быстренько полезли искать свои документы, смотреть так, так, все, и умеют проверять. Да, потому что эта процедура будет проводиться каждые пять лет, соответственно, уже к ней нужно привыкнуть и, соответственно, не пропускать этот срок. Но это ничего страшного, что пропустит срок, я дальше все это расскажу. Тут нет таких ограничений, законодатель все-таки данную процедуру сделал открытой и дал возможность корректировать данные на любом этапе, даже после утверждения. Вот сейчас еще хотел отступить, Борис Григорьевич, скажите, вот, допустим, была квартира, сделали перепланировку. Квартира, дом, например, то есть у нее уже была сделана кадастровая оценка, вот после перепланировки, допустим, я купил квартиру эту, она уже перепланировала, мне как-то подавать новые данные, что перестроено все надо, или как это все делается, как проходит эта процедура, допустим, регулировка перепланировок. А что касается перепланировок или изменения конструктива, то есть когда дом, например, претерпел изменение реконструкции, достроили пристройку, да, это существенно влияет, когда площадь дома изменилась, большую или меньшую сторону. Здесь не нужно никуда ни к оценщикам идти, ни направлять документы об оценке никуда. Тут каким образом? После проведения работ по реконструкции объектов непришимости или перепланировки. Следует процедура оформления, внесения сведений в единый госреестр недвижимости, то есть в регистрационную палату. То есть люди уже обращаются в БТИ, либо к кадастровым инженерам, те в свою очередь оформляют техническую документацию, описывают объект уже с измененными техническими характеристиками и направляются посредством органов местного управления в электронном виде сведения в единый госреестр недвижимости. И мы как собственники после реконструкции объекта недвижимости получаем выписку. Раньше это было свидетельство о госрегистрации, теперь это выписка из единого госреестра недвижимости, который уже содержит сведения о том, что Иванов Иванов Иванович собственник, соответственно, дом имеет такие параметры. После получения данных сведений регистрационным органам, регистрационным органам в настоящий момент, пока еще этот новый тур не прошел, осуществлять сам переоценку на основании имеющихся данных о стоимости квадратного метра объекта недвижимости в данном кадастровом квартале. Что касается после проведения действующего тура кадастровой оценки, то в этом случае, после того, как регистрирующий орган получит обновленные сведения об объекте недвижимости, он обязан направить сразу эти данные, опять же, став крае имущества. И став крае имущества будет осуществлять переоценку, пересчет и направлять опять в регистрирующий орган. То есть это делается в порядке межведомственного взаимодействия. Тут участие граждан или юридических лиц... То есть подали, только нужно подать сведения. Да, нужно подавать и вовремя сообщать о изменении своего объекта недвижимости. А может это как-то повлиять, вот своевременно не подали и в дальнейшем, не знаю, при продаже, может быть, или еще про каких-то факторах повлиять, что вот не вовремя подал, может быть, штрафы или еще что-то есть такое. Ну, это тут уже связано с градостроительным законодательством. Здесь, ну, я тут поясню, конечно, в любом случае нельзя просто так взять и построить новую пристройку. И молчать об этом. И молчать об этом. Здесь есть в рамках муниципального земельного контроля, к вам придут представители органов местного управления, могут за это, конечно, наказать. Поэтому любая реконструкция всегда начинается с разрешения. Все это описано в градостроительном кодексе. Перепланировка, опять же, да. Мы все-таки живем в многоквартирном доме и нужно с умом подходить, сносить все-таки несущие конструкции. Нельзя строить бассейны, как в некоторых квартирах. Поэтому здесь моменты многие, но, соответственно, нужно все строить в соответствии с НИПами и с нормами в сфере строительства. Поэтому, конечно, заботиться о качестве определенного любви. Ну, тут лучше всего своевременно сам подошел, все данные отдал, все посчитали. А как-то влияет при продаже имущества кадастровая оценка и эта разница там рыночной, к примеру? Человек же может поставить свою цену при продаже, там, еще не быв 3 года в собственности. То есть как-то это повлияет, там, налог, он там, либо занизил специально, как можно поменьше. Ну, что касается сделок, которые совершаются с объектами недвижимости. Как она влияет, да, вот, кадастровая стоимость? Кадастровая стоимость, она в этом случае не применяется. Здесь можно на нее смотреть и равняться, но с точки зрения рынка, ссылаться, да. Вопрос в том, что здесь все-таки рыночные отношения, у каждого свои обстоятельства, один продает, другой покупает. И по этому поводу, какую цену вы установите, все-таки цена должна равняться рынку. Соответственно, здесь уже, если вы как собственника занизили, чтобы уйти от налогов, то тут уже начинаются дальнейшие проверки камеральные. Налогового органа, тут у них есть свои процедуры проверки, да. Именно в виду, допустим, кадастровая оценка, но она тут уже никак не влияет при продаже, то же сами мы регулируем. Что касается объектов, которые находятся в частной собственности, нет. Но она не то, что влияет, она используется при продаже, при совершении сделок, при выкупе, например, объектов, не объектов недвижимости, а земельных участков, которые находятся, например, в государственной, федеральной, либо муниципальной собственности. Ну, когда, например, собственник объекта недвижимости, то есть вы построили дом, но в свое время земельный участок взяли в аренду у муниципалитета, у города, да. Соответственно, вы потом захотите приобрести. В силу действующего земельного законодательства вы имеете преимущественное право покупки, поскольку на данном земельном участке находится ваше строение, ваш объект недвижимости. Соответственно, вы можете обратиться, и в этом случае выкупная цена по действующему пока на сегодняшний день законодательству Ставропольского края, цена устанавливается в размере кадастровой стоимости. Вот здесь кадастровая стоимость существенно, да. Вот, где этот момент был. Но что касается сделок по квартирам, по домам, здесь... Ну, то есть частной собственности. Частной собственности, это воля все-таки каждого из нас как собственника, и, соответственно, мы устанавливаем этот размер сделки самостоятельно. Это же мы сами регулируем. Да. И вот еще хотелось бы уточнить, мы с вами говорили ранее, что раньше были сторонние организации, которые могли проводить кадастровую оценку, сейчас это уже делает один государственный орган, не отдает это никому. Вот провели до этого какая-то частная организация кадастровую оценку, сейчас нашли какие-то несоответствия, вот человек нашел, просто неправильно посчитали. Вот куда идти человеку, что делать в данной ситуации? По существующей, по действующей? Да. По действующей. Но что касается действующей кадастровой стоимости, ее можно посмотреть тоже, каждый может зайти на сайт Росрегистра, либо публичная кадастровая карта, данный ресурс бесплатен, можно опять, забив в поле кадастровый номер, узнать кадастровую стоимость, действующую кадастровую стоимость объекта недвижимости. И каков порядок, то есть пересмотра. Предусматривать либо обращение в комиссию по пересмотру кадастровой стоимости, либо в суд. Каков законодатель, как и в предыдущем законе, который пока в настоящее время действует, 135-й, как и в действующем законе, предусмотрел процедуру не пересмотра, а установления рыночной стоимости по сравнению с кадастровой. То есть все говорят, в основном это в обиходе ходит, оспорил кадастровую стоимость. Но это не оспорил кадастровую стоимость, то есть это установление рыночной стоимости вместо кадастров. Но давайте мы сейчас по действующему туру закончим. Я прямо в тот вопрос, чтобы не получилось у наших телезирителей каши в голове. Вот на сегодняшний момент вернемся. Размещен промежуточный отчет о кадастровой стоимости. Пошли отчетные даты в направлении замечания. Срок окончания замечаний определен, опять же, требованием закона до 11 октября 2019 года. После этой даты приниматься замечания не будет. То есть они уже рассматриваться не будут. Что потом? То есть став крае имущества, получив все замечания, и в ходе данного периода, предоставляя отчет, опять же, на своем сайте, что принято, не принято, да, к этому, к рассмотрению, или учтены, не учтены, вот те замечания, в течение 10 дней после окончания срока подачи замечаний обязан провести перерасчеты на основании полученных замечаний и сформировать итоговый отчетный документ. Итоговый отчетный документ направляется оценщиками в Росреестр в Москву для проверки на соответствие всех параметров и качества проведенной работы. И после этого размещается в фонде данных. После размещения в фонде данных отчет подлежит утверждению Минимуществом, как уполномоченным органам на территории Ставропольского края, и передачи данных сведений уже в Росреестр. Для загрузки данной стоимости в базу, то есть 15-й год, те сведения, которые там есть, они, получается, уходят в раздел архивное, и с 1 января 2020 года стоимость уже будет указана именно та, которая утверждена. То есть утверждение отчета по закону должно быть до 1 декабря текущего года, а потом в декабре направление в адрес регистрирующего органа, а потом по следующим регистрирующим орган уже направляет эти сведения в налоговый орган. То есть вот она вся взаимосвязь и межведомственное взаимодействие. Вопрос, что делать, если срок пропущен. Вот человек сделал и пропустил. Не надо сейчас бежать и подавать. Паниковать не стоит. Стоит, да. В любом случае, законодатель, как я говорил ранее, дал возможность это делать и потом. То есть после того, как стоимость будет утверждена, уже применяться в течение следующих 5 лет. Есть также возможность обратиться, если в случае выявления ошибки, также обратиться теми же самими способами в адрес ставка имущества и уточнить параметры, да, и сделать перерасчет. В случае, если при расчетах использовались недостоверные сведения об объекте недвижимости. Это раз, да, по поводу. Или, например, неправильно была учителяна сегментация. То есть объекту отнесенную... Или если она поменялась. Может так, нет? Ну, она поменялась, она автоматически поменяется. Вот в случае, если при расчетах были какие-то соблюдены ошибки, совершены ошибки, тогда в этом случае обязан, обязанное учреждение осуществить перерасчет. Что касается установления рынка, тоже закон предусматривает, что сейчас, на сегодняшний день, как я говорил, что есть возможность обратиться в управление Росреестра, в комиссию, которая создана при управлении Росреестра, либо в суд. Новый закон тоже предусматривает создание комиссии. То есть после того, как пройдет тур текущего года по переоценке, к концу года будет создана комиссия, только она уже не на федеральном уровне, а, по сути дела, субъектовая комиссия по пересмотру кадастровой стоимости. Опять же, все это определено законом. То есть субъект вправе создать комиссию, число которой к меньшей половине должно быть чиновников, большая половина должна быть представители общественных организаций, которые действительно могут и не могут, а должны повлиять объективно на принятие решений. Кто в комиссию должен войти в обязательном порядке, который предусмотрен законом? Это представители Миному общества, регистрирующие органы кадастровой палаты, уполномоченные по защите прав предпринимателей. Это три обязательных, которые... А также закон говорит следующее, что также в состав комиссии могут быть включены иные представители органов исполнительной власти, представители саморегулируемых организаций в области оценки и иные организации и общественные организации или там от союза предпринимателей, от муниципальных образований. То есть вот эти представители также могут быть включены в состав комиссии. Соответственно, человек что может сделать? Также провести работы по рыночной оценке своего объекта недвижимости, получив отчет и сдать данные документы уже либо в комиссию, либо в суд. Ну, чтобы там исключительно слишком большие расходы, это лучше в комиссию. И, соответственно, комиссия объективно рассмотрит, и в случае, если параметры, которые указаны в отчете, соответствуют всем требованиям к составлению отчета и соответствуют данным рынка, то, соответственно, данная стоимость будет учтена автоматически вместо кадастровой. То есть тут законодатель бы такую возможность дал. Борис Григорьевич, ну, огромное вам спасибо, что вы к нам пришли, рассказали. Вот настолько подробно обо всем об этом, я думаю, сейчас наши телезрители для себя открыли это понятие государственная кадастровая оценка по-новому, узнали много нового и интересного. Огромное вам спасибо, что вы делили время, рассказали нам. Я напоминаю, что это был прямой эфир. В гостях у нас Борис Борисов, первый заместитель министра имущественных отношений из Ставропольского края. Везут Роман Выстероп. Оставайтесь на своем.